здравствуйте друзья вопросик планирую приехать и работать по уходу за пожилыми больными решила написать вам так как ваши видео по уходу самые интересные информативные как интересно в калифорния или нет пока не решила без проживания прожить там без проживания прожить там не смогу ноги протяну то есть грубо говоря работать по уходу она хочется проживания где бы то ни было придется полгода перебиться поработать нелегалом видимо человек на политику собирается но вопрос сегодня несколько другой перечитала массу информации и видео на эту тему заметила интересную тенденцию на этом рынке идет рост оплаты этого труда нелегалом где-то им платят с проживанием 1800 а где-то прилично две две с половиной тысячи долларов да еще с выходными и с этим все понятно спрос рождает предложение спроса если бы спрос рождал предложение тогда бы цена падала ну ладно а вот непонятно другая тенденция некоторые не ищут легалов просят их почему-то не беспокоить то есть хотят именно нелегал а ищут нелегалов по уходу предлагая работу только за кеш и вот возникает вопрос а не связано ли это с недавним разрешением оформляться одному человеку на овертайм очень интересуют условия моей будущей работы то есть для нелегальных работников например у вас в северной калифорнии сколько платят по часам за овертайм а сколько платят по часам за овертайм сколько выходных предоставляется по закону по закону почем нынче мертвые души хотелось бы знать рыночную цену искать официальную как оплачивается уикенд ночные смены в том числе праздничные дни и так далее пишу именно вам так как ваша семья непосредственно сталкивалась с этой проблемы ну что же давайте поболтаем дело в том что в соединенных штатах есть такой бенефит для людей у которых нет там доходов видимо то есть достаточно бедных людей значит там есть такой бенефит что нет если человеку нужен уход то ему дают деньги на уход выделяют из государственного бюджета вот и пенсионеры в частности вот они с возрастом с эти вот там восемьдесят лет человеку 90 лет 95 лет эти такие люди тоже есть и социальный работник приходит и так он путем опроса выясняет какие работы человек может делать ну какие виды деятельности если он может делать какие не может найти кто-то не может до туалета дойти кого-то нужно ночью там перевернуть несколько раз и так далее то есть по-разному люди живут поэтому социальный работник по своим нормативам которые там есть у них определяет какое количество часов выделяется человеку по уходу за этим человеком вот это то от чего пляшется значит когда мы говорим что есть люди которые хотят легалов и есть люди которые там говорят только кешь только нелегалов если мне государство ни копейки не дает ну допустим меня есть бабушка сто лет бабушки я должен за этой бабушкой как-то ухаживать если куба за бабушка есть деньги вот за эти там ну допустим сейчас немало людей немало за которых дают в месяц скажем там грубо 220 часов оплачивают 220 часов это будет что-нибудь так там тысячи три в месяц может может быть и больше в зависимости того где вы живете какие ставки на ну допустим там тысячи три в месяц и если мне дают эти деньги то я хочу легал легальный легального человека чтобы он оформился и чтобы он эти деньги получал если мне этих денег не дают так о чем нелегально я тогда хочу на кешь почему я хочу на кешь потому что на кешь гораздо больше желающих на кешь это делают люди которые не могут это делать легально потому что ведь легальный работник не только деньгами получает вот эти три тысячи а он еще получает медицинскую страховку он еще получает стаж производственный он работает на пенсию понимаете вот он же не просто у меня работает а он работает на social security свою зарабатывая пенсию и в этом смысле конечно я чего я должен да если у меня если у меня государственных денег нету и я как бы не сильно там обеспокоен как бы сказать юридической стороной вопроса так так мягко назовем то я тогда думаю возьму кого-то на кешь и буду платить ему меньше почему меньше потому что желающих на кешь на порядок больше чем желающих которые легальные особенно если человек там скажем достаточно тяжелый пациент как бы достаточно тяжелый и человек который легальный так он начинает перебирать он говорит но там я хочу больше этого больше того там еще какие-то вещи он начинает выбирать более спокойного то может быть помоложе которую с которым меньше нагрузки там работы скажем не надо ночью вставать который нелегальный он уже не такой переборчивый он из он и стоит дешевле соответственно налога уже не платится этой суммы правильно он же не должен платить налоги тот который легальный он с этого платит налоги пусть небольшие но сама платит а который кешам он точно ничего не платит и страховки ему не надо ну и так далее поэтому значит я думаю что я ответил на вопрос почему одни хотят нелегалов а другие хотят легалов потому что если у меня есть государственные деньги на это то я хочу легального если у меня день денег государственных нет то я хочу нелегального вот про вас по части того что тачат спрос рождает предложение по себе хочу сказать что предложения среди нелегальных людей очень много очень-очень много и с проживанием и без проживания там и так далее очень много от ассоции а среди легальных очень очень мало вот как человек который сталкивается с тем что нам нужен легальный да потому что там вот у нашей бабушки есть какая-то сумма за ней там стоит значит вот нам как раз нужен легальный что касается это вот понравилось по закону условия моей будущей работы значит по закону это работа нелегальная по закону нелегальная работа вообще как бы не должна происходить значит в реальности происходит такая вещь вот допустим есть бабушка так и эта бабушка такая конкретная вот эта бабушка что надо с ней быть там скажем 6 дней в неделю один день выходной на этот один день выходной нанимают еще кого-то кто сидит с ней один этот день вот например есть женщина которая там в принципе работает по уходу там где-то или не по уходу а просто где-то работает и она она в будние дни не может а скажем в субботу она может подработать вот ей нужны деньги она может субботу подработать значит она выходит в субботу а человек кергивер который там все время всю неделю сидит значит он в эту субботу может пойти отдохнуть в зависимости от того в каком-то в каком таком сетапе это все происходит бывает что где-то можно и два дня выходных а где-то один где-то бывает что человек питается вместе с семьей с которой он живет и это ему как бы за него отдельно с него отдельно денег за это не берут это входит как бы в это дело а бывает что там нет семьи вот есть бабушка и ты не будешь есть то что ест бабушка ну ты сам себе там съел то что купил значит оно как бы у тебя есть дополнительный расход на собственное питание а бывает что где-то этого нет это все очень и очень индивидуально поэтому люди которые вот эти сервис провайдеры они находятся на рынке и на этом рынке вот есть разные предложения значит более сложный или более такой простой клиент а есть такие что дерутся знаете вот есть такие там бабки и детки там могут начать драться вот такие есть тоже знаете буйные они невменяемые там ничего не соображают а есть такие что вполне может быть он немощный но он абсолютно в своем уме вот там начинаются тонкости вот там кому-то может быть надо клизму ставить а кому-то не надо есть люди которые могут клизму поставить им легко а другие говорят я вот это не могу я могу так посидеть там книжку почитать а вот там больше я не могу и так далее поэтому вы выходите на рынок и на этом рынке есть живой человек и за ним нужен уход и как бы сказать нет никого кто бы занимался как сказать вашим благоустройством как бы там круглосуточно понимаете значит вы берете на себя некоторые обязательства вот есть человек и вы его покрываете все что нужно с этим человеком вам за это что-то предлагают значит вы говорите там где-то 1800 платят а где-то там 2200 платят ну правильно у кого-то часов 220 по уходу а у кого-то часов там допустим только 160 там просто нет этих денег другой вопрос если вы нелегально это что значит это значит что кто-то должен получить за вас деньги допустим там есть деньги значит кто-то на кого-то надо выписать эти деньги чтобы вам можно было отдать соответственно эти деньги значит надо с них налоги заплатить у одного стало меньше на 10 процентов у другого стало меньше на 30 просто потому что вот он как как он их выписал на кого и как это произошло сколько тот зарабатывал и так далее я вам какую-то такую кухню рассказываю может быть не очень симпатичную но мы в реальном мире с вами живем поэтому так вот я поэтому когда объявление свое давал я говорю нам нужен чек который легальный мы не можем заниматься вот этим вот он пришел он получил страховку он получил деньги он получил все что надо мы вообще в этом не участвуем он напрямую получил не связано ли это с недавним разрешением оформляться одному человеку на овертайме да раньше там получалась такая история что если сверхурочные были то казна хотела может быть чтобы было там больше людей не хотела платить полуторную ставку сейчас они готовы платить полуторную ставку они говорят пожалуйста это может быть один человек 40 часов в неделю вот если он значит проработал больше 40 часов в неделю соответственно у него начинается полуторная ставка за все часы сверху и казна сейчас готова их платить значит вот женщина спрашивает может быть это с этим связано ну с вами это никак не связано вы же нелегальный человек понимаете что там с этим может быть связано конечно люди которые легальные и которые получают больше денег они будут с этого получать больше денег это очень здорово для них вот так что это тяжелая работа конечно на годик там на полгодика если там нужно перебиться пока там с политикой все дело обстоит но но тоже это не каждый может я я бы например не мог такую работу выполнять я я просто концы бы отдал понимаете но но есть люди которые нормально справляются так что конечно не знаю я я просто с восхищением смотрю что вот есть люди которые могут понимаете надо же не раздражаться не как сказать не разрушить свое здоровье психическое и так далее это очень очень все конечно не про это не простая работа нелегкая вот и там масса всякого там сколько выходные сколько платят туда сколько платят сюда пусть это вас не волнует сильно вы будете договариваться в конкретных условиях и сколько платит легальному на вас абсолютно никакого влияния не оказывается вы не будете получать как легальный даже близко потому что легальному и страховка и легальный получает то что за это платит казна вы не получите то что получает легальный вы на другом совершенно рынке где гораздо больше людей и одно дело легальный он живет с этого а другое дело нелегальный ему там полгода перебиться и он может перебиться там в более тяжелых условиях но просто так временно знаете как поэтому это совершенно другой рынок я не думаю что это как-то сильно вам поможет с чем бы то ни было определиться приедете начнете разговаривать с людьми у нас например есть такой форум на местности называется барабан вот прям как по-русски барабан точка ком вот можете пойти на барабан и там много много объявлений и о том что нужны по уходу и о том что предлагают люди услуги по уходу там и вот почитайте что там пишется вот это не легкий хлеб это не легкий хлеб платят из того что я знаю если например скажем вот вы были бы тут нелегально и работали бы ну вот как совраска ну допустим там один выходной работаете практически круглосуточно то есть имеется в виду что вы можете поспать вы можете поспать и днем и вечером там и так далее но все равно вы более менее привязаны есть у вас один выходной там на неделю это может быть там скажем 2200 2300 2500 может быть легко легко вот если у вас больше выходных значит это меньше если там допустим человек с которым легче работать это еще меньше на того с которым легче работать больше желающих выполнять эту работу соответственно и пошло и поехало а если клиент более тяжелый соответственно человек хочет больше компенсации за это рынок такой ну в общем да 2300 2500 вот у нас тут на нашей местности вот так вот так примерно вот и дальше уже зависит или вы питаетесь с ними если человек вообще одинокий значит вы не захотите с ним питаться если там семья и там при семье бабушка в отдельной комнате живет это совсем другое ну в общем будете смотреть это может быть квартирка это может быть дом домик это может быть богатое место вот скажем сан-франциско там кремниевая долина это может быть небогатое место скажем сакраменто то есть количество денег на руках у людей другое совсем так что такой разговор счастливо прошлое потрясение все такamb poco это может быть неправильно особо это может быть вот и вот вот вот